Всем привет! Добро пожаловать на новое видео Russian Progress — проект по изучению русского языка через контент на русском. Но сегодняшнее видео, я думаю, полезно будет не только тем, кто учит русский, но и носителям русского языка, потому что сегодня на меня снизошло вдохновение записать видео о том, как пользоваться велосипедом эффективнее, безопаснее, как ездить на нём по городу, как использовать его как полноценный вид транспорта. Вот. И для начала, прежде чем мы перейдём к лайфхакам, к советам. Вообще, почему стоит пользоваться велосипедом, опять же, как полноценным видом транспорта? Ну или, скажем, как дополнительным видом транспорта? Я живу в центре города. Обычно стараюсь выбирать квартиры, где снимаю, в центре. Именно потому, что центр насыщен всем, что тебе нужно. Там, не знаю, магазины, кофейни, торговые центры, улицы классные. То есть всё самое крутое — оно находится в центре. И обычно ты, конечно, даже можешь и пешком передвигаться. Кстати, я специально сейчас приехал в лучшее место в Краснодаре, парк Галицкого, чтобы вам красивую картинку показать. В принципе-то можно и пешком передвигаться. Но дело в том, что когда ты покупаешь велосипед или привозишь его из Петербурга, как я сделал, то твой спектр доступных мест, быстро доступных мест, он очень сильно расширяется. То есть ты становишься свободнее в этом плане. Не ждёшь какого-то автобуса, трамвая там и так далее. То есть ты даже не думаешь о том, чтобы стоять и ждать на остановке. Особенно летом, когда жарко, когда душные, вот эти забитые автобусы. Я проезжаю мимо них и такой, ребята, почему вы не возьмёте велосипед? Вот. Опять же, как я сказал, велосипед не всегда может быть полноценной заменой какого-то транспорта, а дополнением. Но если вы можете передвигаться на какие-то небольшие расстояния, то это хороший вариант. Ну и, конечно, это физическая активность, да. Это спорт. И это то, что вырабатывает дофамины, дорфины. То есть то, что приносит тебе счастье в итоге. Теперь давайте перейдём непосредственно к лайфхакам, к тому, как пользоваться велосипедом. Ну, здесь вы сразу же видите, что стоит это за велосипед. Это, ну, можно сказать, спортивный велосипед. Ну, на самом деле, здесь ничего такого нет. Просто он так выглядит. Главная его особенность и плюс, я считаю, это то, что у него нет ручных тормозов, у него педальные тормоза, то есть когда ты крутишь педаль назад. Это не фиксированная передача, то есть фиксированная — это когда ты крутишь педали вперёд. Он едет вперёд, назад, назад. Это небезопасные велосипеды. Лучше брать вот такой, если вариант, то синглспид. Помимо того, что у него нет скоростей, значит, их не нужно настраивать, и они не будут ломаться. У него нет, да, тормозов, я имею в виду, у него нет ещё и скоростей. То есть у него одна скорость — синглспид. Поэтому в обслуживании он очень удобный, в путешествиях. То есть это классный вариант. Идём дальше. Как вы видите, здесь у нас располагается замок. Это замок на цепи. Это очень, ну, один из таких неплохих надёжных вариантов, потому что в основном люди используют какие-то там совсем простые замки, дешёвые. Вот это стоило где-то тысячи две. И он, как видите, здесь сразу же уже примотан. То есть вот удобно то, что тебе не нужно его куда-то в сумку класть или там заморачиваться. То есть ты всегда можешь его пристегнуть. И вот можете использовать такой же вариант. То есть здесь вот его примотать, ну, потом отстегнули, пристегнули — всё это быстро делается. Также очень важно, когда вы паркуетесь, чтобы вы парковались на людных каких-то местах, чтобы люди постоянно видели, ну, и контролировали как бы ваш велосипед. Парковать его в каких-то там закромах просто, чтобы его не увидели. На самом деле это ошибка. То есть там проще его будет украсть. Так, следующий момент — это то, что, ну, про седло хотел сказать. Во-первых, важно его настроить сразу же. Хорошо, чтобы у вас нога разгибалась, но не полностью. Чтобы вы не долбили вот так вот. Чтобы не было у вас проблем с коленями. Вот. Нужно его настроить, чтобы нога, опять же, не вот так вот была, а, ну, вот так вот хотя бы. Вот. Потом, как видите, седло здесь, ну, не самое лучшее, я бы сказал, потому что здесь у него нет углубления. Это особенно для мужчин очень важно, чтобы было углубление, чтобы у вас... вам ничего не давило. Вот. Ну и вообще можно использовать вело-шорты с памперсом так называемым, то есть такой мягкой частью сзади. У меня обычные шорты, но вот в идеале, конечно, мягкие использовать. Ну и потом можно их менять там, если вы куда-то едете, брать в рюкзаке там с собой одежду. Вот. Дальше что могу ещё сказать? Ну, в принципе, тут всё окей. Как видите, минималистично всё, то есть ломаться практически нечему. А, руль. Хотел сказать про руль. В городе особенно важно, чтобы руль был узкий. Как видите, он довольно узкий, потому что на обочине, например, или... Ну, я не рекомендую, но между машинами, если вы поедете, то это... это вам поможет. Конечно, нужно его обмотать, чтобы вам руки не било, и не дай бог, если заденете, то всё было окей. Вот. Ну, здесь можете регулировать, там, выше, ниже. Вообще, конечно, у неё довольно низкая посадка. Что ещё? Ещё важный, конечно, момент — это когда темно. Вот, вы видите, у меня здесь такое углубление для фонарика. Сейчас я его достану. Так, вот, значит, фонарик. Он очень мощный и, конечно же, очень приятно ездить и всё видеть. Освещением не всегда хорошо. Он довольно мощный. Ну, сейчас не видно, я вам вечером покажу. Вот, конечно, моргать. Лучше вот этот режим не использовать вообще никогда, потому что это лишний раз отвлекает и может вообще привести к аварии. Поэтому лучше вот так. Дальше сзади, конечно, обязательно тоже габариты, чтобы вас было видно. Это одна из важнейших вещей. Просто его ставите вот так. И всё. Я их заряжаю каждую ночь. У меня вот тут я специально взял вот такая зарядка. Как раз подключаю и оба заряжаю. Так, что ещё я тут взял? Всё, ничего нет? Ну и сразу же покажу вам сумку эту. Сумка со светоотражателем. Не знаю, сейчас будет видно, нет. Ну, короче, вы поняли, да? То есть вот. Вот она отражает. И тоже это для вашей безопасности, для того, чтобы вас было видно. Она как бы сзади вешается. Она довольно вместительная у меня. То есть сюда даже ноутбук помещается. Ну и тоже можете какой-то ключ взять, не знаю. Ну, короче, сумка тоже вот такая на пояс. Вот так вот. Ну, у меня она сзади получается. Вот так. И меня видно. Так, ещё тут есть такая штука для замка. Это для такого железного вот такого. Ну, я не рекомендую, потому что он будет греметь и утяжеляет велосипед. Ну и здесь, конечно, можно фляжку воды поставить, если хотите. Ну вот, короче, вот так. Да, кстати, ещё один плюс езды на велосипеде — это то, что на нём теплее. И вот в то время, как люди ходят в пальто, я могу передвигаться в шортах. И мне абсолютно комфортно. Сейчас уже холодает в Краснодаре. Сейчас у нас конец сентября. Вот. И самое тёплое у меня сейчас место — это на велосипеде. Потому что в квартире тоже довольно холодно. Но скоро я уже уеду в тёплые края. Подписывайтесь на Инстаграм, чтобы не пропустить. И в Телеграм. Во второй части этого видео я хотел бы вам рассказать, как непосредственно ездить по городу. И вот у меня тут заметки. Первый пункт — это нужно ездить, стараться ездить по обочине и не по тротуару. Конечно, в России ситуация с велодорожкой очень плачевная. Их нет. Вот. Поэтому приходится ездить, ну, где попадётся. То есть либо на дороге, либо на тротуаре. Вот. Но всё же в большинстве городов тротуары довольно узкие. И они неудобные в том плане, что нет безбарьерной среды. То есть постоянно ты залазишь на них, спускаешься. Какие-то, ну... На дороге такого нет. То есть дорога ровная. Поэтому это эффективнее, быстрее. В этом деле, конечно, самое главное — это, ну, помимо, там, габаритов, чтобы вас было видно. Помимо того, чтобы вы ехали прямо. И когда вы поворачиваете, например, объезжаете какую-то машину, важно, чтобы вы смотрели, во-первых, это раз, и, во-вторых, показывали рукой, куда вы поворачиваете. Вот. Это очень важно. Скорость тоже важна. Сильно не разгоняться вначале. Ну и ключевое — это предсказуемость. То есть чтобы вы не виляли там вот так вот как-то, а чтобы было понятно, что вы едете прямо. И даже когда вы едете по тротуару, чтобы люди не шугались, не боялись, чтобы вы не летели на них, а ехали себе прямо, и они отойдут, если места нет. Ну, тоже, кстати, не сказал, что некоторые устанавливают себе сигнал. И, наверное, это нужная вещь, чтобы, ну, в случае аварийной ситуации вы могли посигналить. Но не стоит использовать его на тротуаре, чтобы шугать людей, чтобы просто вам уступали дорогу, потому что тротуар — это место для пешеходов прежде всего. А потом уже там для велосипедистов, самокатчиков и так далее. Вот. Так что едем в основном по обочине, выбираем какие-то спокойные улицы. Понятно, что есть там главные какие-то, их стараемся избегать. Едем по параллельным. В Краснодаре особенно очень легко выбрать. И вообще Краснодар в плане велоинфраструктуры очень большие перспективы имеет, большой потенциал, потому что город компактный, центр, и узкие дороги. То есть можно вполне развить велосеть. Надеюсь, когда-то мы её увидим. Ну а если вы начинаете, можно по тротуару, но, опять же, аккуратно, не шугать людей. И вот, собственно, это что касается перемещения. Конечно, не лишним будет повторить ПДД, правила дорожного движения, если вы их не помните, не знаете. Когда вы выезжаете на дорогу, нужно их знать обязательно. Следующий ещё момент — это то, что обычно основная причина ДТП, дорожно-транспортных происшествий, я повторяю для тех, кто учит русский. Ну, раскрываю аббревиатуру. Главная причина ДТП — это скорость. Это излишняя скорость. Поэтому, опять же, чтобы не врезаться в кого-то на тротуаре, просто рассчитывайте так, чтобы вы смогли всегда затормозить. Вот, разгоняться, конечно, ну, когда хочется. Можно, но чтобы это никому не навредило. То есть где-нибудь в места, где нет людей. Ну и давайте в заключении покажу вам ещё раз свой классный велосипед. Это мой второй велосипед. Первый — в Петербурге. Очень удобный, очень классный. Объездил на нём несколько городов России. Покрышки надо, кстати, поменять в другую сторону, чтобы был протектор. Немного в новом формате. Надеюсь, оно было полезно. Если так, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на Patreon. На Patreon вы найдёте полную транскрипцию. И транскрипцию с полным переводом на английский. И другие бонусы. Всем спасибо, хорошего дня. Катайтесь безопасно и кайфуйте. Пока! Ещё важный момент. Забыл о нём сказать, что где дети, лучше за километр просто их объезжать, потому что они непредсказуемые, и снижать скорость максимально. Вот. Ну и стараться не записывать себя вот так вот, как я сейчас делаю. Я просто профессионал. Вот, надо всё-таки взять GoPro. Будет удобнее. Покупал велосипед, кстати, на Авито. Тоже сказал. То есть это не новый велосипед, что тоже удобно. За 25 тысяч рублей. Так что тоже можете рассматривать такой вариант. Ладно, всем пока. Так, значит, вот я припарковал свой велосипед вот таким вот образом. И важно... Важный момент. Нужно снять все побрякушки, чтобы их не спить. Всё.